здравствуйте студии владислав юрицын сегодня мы поговорим о странах нато россии и международном праве у нас гостях максим казначеев полито здравствуйте добрый день и так на украине ведутся боевые действия но это все равно как бы один из плацдармов противостояния россии коллективный запад коллективный запад его военные составляющие это нато сейчас эскалация потомка нужно будет мириться там даже 30-летняя война там она тоже закончил же вестфальским миром вопрос как россия будет договариваться западом если они никаких своих договоренностей не соблюдают а в текущей ситуации никак на дело в том что в текущей ситуации не имеет смысла договариваться вообще при трансформации однополярного проамериканского мирового порядка правила игры обнуляются то есть нет правил игры по которым ну как условно говоря нет конституции по которой мы в принципе в мировом в мировых отношениях можем о чем-то договориться а поэтому конфликт в лучшем случае будет поставлен на паузу то есть в текущей ситуации любая договоренность западом это минск 3 это не на как бы не решающие как бы соглашение а всего лишь навсего перемирие на 235 более потом войны есть а вот с минском 3 после минска 2 ну словно франсуа ланд ангела меркель петр порошенко енс толтерберг все сказали что мы россию специально развели как лохов чтобы украину накачать до этого горбачева и ельцина кинули с расширением нато на восток то есть если человек в таких условиях возьмем путина или коллективного путина если он заключает минск 3 это не может вызвать всплеск недовольства в стране потому что говорят ну как можно типа мол с шулерами садиться за стол играть по их правилам а задача предельно простая то есть всего лишь навсего зафиксировать текущую линию военных действий под под определенные под определенные как бы гарантии не возобновления их без условно говоря согласия двух сторон то есть в этой ситуации единственное что можно попытаться сделать наверное дожимать до какой-то более-менее серьезной естественной географической преграды потом пытаться говорить о просто о прекращении огня по южно-корейскому социуму я просто объясню почему я апеллирую то есть например вот голландия на нидерланды и независимость от испании у них там тоже было такое 12-летние соглашение о перемирии 12 лет перемирия потом начали воевать все как у людей но там же приличные люди договаривались получается и в мадриде и в гаги или в антверпене не знаю когда голландцы жили то есть люди подписали что 12 лет не воюем вот сегодня кончилось завтра все начинаем а вот как работать с людьми с которыми или там совсем другие соглашения будут там не будет сроков что-то вообще будет я понимаю что трудно загадывать в будущее но вот я просто пытаюсь поставить мы же хотим заглянуть за горизонт что дальше и я не могу найти точки опоры будет просто определяться будут определяться новые границы сферы влияния в восточной европе в рамках развала мира в целом на свои своеобразные геополитические блоки гарантами любого соглашения могут выступать только нейтральные стороны а сейчас раскол в мире произошел настолько сильно что нейтральных сторон нет глобальный запад понимает что для него все поставлено на карту решается вопрос в принципе о сохранении как они это обозначают мирового порядка основанного на правилах подразумеваются западных правил а весь остальной глобальный мир который мы называем глобальным югом плюс к нему присоединяем еще дополнительно китай россию то есть этот глобальный этот мировой порядок основанный на западных правилах не устраивает поэтому сейчас в мире нет сторон которые нейтральных сторон которые бы в этом конфликте могли бы выступать в качестве некоего гаранта на поддержание договоренности и тогда получается вот эти вот заявления нашумевшие посла китая во франции лучше и по моему то есть когда он говорит про исторический суверенитет это получается что начинает формироваться другая доктрина в данном случае российской китайская как и как будут видеться международные правила или тоже такая одна из кочек будущего мира это всего лишь навсего один из эпизодов потому что в любом случае к выработке новых правил игры необходимо подключать других крупных игроков индию бразилию какие-то более-менее крупные страны африканские какие-то более-менее крупные страны из исламского мира просто ситуация какая в 2021 году путин трижды предложил западным лидерам встретиться в формате как бы несгораемой группы бога совета безопасности вот этой пятерки и договориться о новых мировых правилах игры они его дважды трижды в принципе проигнорировали то есть на все эти предложения ответили отказом теперь вот к выработке вот этих новых правил игры глобального запада и глобального юга запад будут приводить что называется явочным порядком ну и разумеется да про казахстан то есть например биолаборатории пентагона в казахстане по декларациям за все хорошее против всего плохого но как можно верить на слово людям у которых за спиной там ливия ирак афганистан вот как как себя вести аккорде в такой ситуации аккорде то есть биолаборатория в этой ситуации это частность аккорде вообще в принципе необходимо это уже не это просто волосы да но нужно подумать о голове да нужно подумать в целом о том как обеспечивать свою собственную как бы безопасность в условиях когда очень серьезные игроки вошли в ситуацию повышения конфликтности и просто степень конфликта она же будет расширяться то есть повышаться градус расширяться география и поэтому казахстану необходимо будет принимать решение аккорде о том в конце концов в каком геополитическом лагере он будет находиться то что казахстан не относится глобальному западному миру это очевидно то есть эта страна обычная развивающаяся страна глобального юга сырьевой придаток периферийная экономика в этой ситуации испытывать какие-то реверансы в адрес запада становится стран по той простой причине что как бы тебя эксплуатируют а ты еще и за это благодарен может поэтому и начались эти пробросы штрафануть там на миллиард долларов эти вот западные компании за нарушение кавыческих норм это мой как же такой зондаш в новых условиях когда нет правил здесь немножечко все по-другому а дело в том что в середине 90-х годов ушлые ребята наши местные поехали на запад и купили франшизы которые здесь работают под брендами крупных западных компаний это очень большой вопрос тот же тенгиз шевройл это американская компания или это наша компания которая просто использует франшизу аналогичным образом арселор металл тимиртау большой вопрос это настоящий арселор металл или это просто бренд франшизы и тому подобное то же самое с карачиганак петролиум карачиганак петролиум да то есть вот все вот эти вот схемы они очень активно использовались в 90-е годы под этими под этими брендами якобы заводился иностранный капитал который на самом деле был просто нашим местным капиталом ну в общем как говорится нет ничего тяжелее чем менять старое на новое или могут быть такие моменты когда старое на новое меняется легко накапливается определенное количество изменений потом все происходит виде действительно очень быстрого резкого скачка через 5-10 лет геополитические изменения в мире будут сопоставимы с изменениями которые произошли после первых второго мировых войны ну ждать осталось не долго ругана выжить конечно да главное не попасть что называется когда бегемоты бодаются здесь главное отойти в сторону и не мешать большое спасибо у нас гостях был максим казначеев мы говорили о нато международном праве и новом мире до свидания до свидания